Котловский электромеханический завод закупил новое оборудование. Весной следующего года предприятие получит первую партию техники. Это потребует и привлечения квалифицированных кадров. Вопрос руководства завода обсудила с губернатором области. Еще в 2015 году это предприятие находилось на грани закрытия. А ведь Котловский электромеханический завод – единственный в России поставщик баллонов для авиационной техники. Переломить тревожное положение дел удалось после смены руководства. Разработали программу развития, которая обеспечила завод заказами. В предприятии появились стабильные заказы до 1932 года. То есть он вернул свои позиции как в авиации и сегодня как по специзделиям. Да, заказы растут. Растут действительно не на сколько, а во сколько раз. Поэтому можно сегодня сказать, что Котловский МСЗ как бы твердо встал на ноги. Он продолжает двигаться вперед. На встрече с губернатором обсуждались технологическое переоснащение предприятия и подготовка кадров для работы на современной технике. Завод получил первый транш средств по программе техперевооружения. Уже подписаны все договоры. С апреля начнутся поставки первых 75 единиц техники. Для подготовки нужных специалистов также обновят учебное оборудование в Котловском электромеханическом техникуме. Договоренность о приобретении которого была достигнута во время посещения завода главой региона. Мне очень приятно, что, наверное, Котловский электромеханический завод возвращает, в общем-то, в какой-то мере статус градообразующего предприятия. Я вам хочу сообщить, что, как мы с вами договаривались, на следующий год мы заложили деньги в бюджете на приобретение вот этого нового станка с ЧПУ. Мы тоже подстояли, поэтому все то, что мы говорили... Поэтому, я думаю, здесь совместными усилиями мы сейчас сможем реализовать все те планы, которые обсуждали. Немаловажно, что обновленные мощности Котловского электромеханического техникума позволят решать и задачи по замене импортных комплектующих в авиационной отрасли на отечественные детали. Артемий Завардин, Регион 29